Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Посчитать Евангелие людям, которые не знают Его. Дивны дела Твои, Господи. Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Евангелие от Луки. Шестая глава. В субботу, первое по втором дне Пасхи, случилось ему проходить за сяянными полями, и ученики Его стрывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из парисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал им в ответ, разве вы не считали, что сделал Давид, когда взял колсам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы, предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним. И сказал им, сын человеческий есть господины субботы. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и парисеи наблюдали за ним, не исцелиты в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на средину. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить? А они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать Иисуса и исцелиться от болезней своих, так же и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя в отчество иночеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть старство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плащущие ныне, ибо вас смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плащите и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Благословляйте проклинающих вас, благословляйте, и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке под стапи другую, и отнимающему тебя верхнюю одежду, не препятствую взять и рубашку. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. Аллилуйя. Слава тебе, Боже, слава тебе. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которое вам делает добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от кого надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда и великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте и дастся вам. Меры добрые, утрясенные, нагнетенные, переполненные, отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какой меры мерите, такое же отмерится и вам. Сказав так же им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на щечок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я вынуть сущок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сущок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают мокву с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом свой на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Кроме тебя нет иного Бога. Ты, Господи, послал благовестников возвестить этому миру прелюбодейному и блудному. Ибо сатана собрал в этом месте толпы народа для разврата, для табакокурения, для злословия. Таких людей ожидает мука вечная с дьяволом в огне, где будет плащ и скрежет зубов. А верующие, которые приняли святые слова Христа и приняли крещение, им обещано Царство Небесное. Слава тебе, Боже наш! Хвала тебе, наш Господь! Ибо человек краткодневен. Сегодня цветет, а завтра уже все отсвело. И земля поглотит человека. И кроме тлена и праха и червей ничего нету. Если Бог не дал человеку красоты, на краску, на полтинник ее не купишь, ты еще безобразнее будешь, говорит Иоанн Златоуст. Ефрем Сирин говорит еще более подробно. Для чего женщина красится? Для того, чтобы завлечь чужого самца? Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Из IV века ничего не изменилось. Прости нас, Владыка. Прости, помилуй и сохрани. Для славы Твоего имени Ты создал человека, чтобы он слушал слова Твои и шел по пути, указанному Тобою. Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Горе смеющимся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Смех ваш обратится в плащ и в рыдание, говорит Спаситель. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Нечистая сила боится крестного знамения. Слово истины рушит скалы. И все гонители, клеветники не имеют светлого будущего. Господь благословляет человека, трудится в винограднике его. И труд его не напрасен. И он очищает человека, делает его еще более чистым. А в этом месте, в эту тьму и мрак дьявол нагнал людей для блуда. Половина голая, открыто совершает совокупление, показывает половые органы. Одно безумие – Содом и Гаморра. И Господь послал нас сюда, чтобы засвидетельствовать о любви Твоей. Почти 80% – это мусульмане. А Господи, покажи им любовь Твою, как Ты велик. Ибо грешники, лжецы, прелюбодеи, Царствие Божие не наследуют. Их ожидает мука вечная в геене огненной, где плащ искрежет зубов. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, любящий Создатель! Прости нас и помилуй! Алла Тебя и слава! Евангелие от Луки, 7 глава. Когда Иисус окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин, просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, что он достоин, чтобы ты сделал для него это. Ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей, сказать ему, не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному, пойди, идет. И другому, приди, приходит. И слуге моему, сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. А она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь сжалился над ней и сказал ей, «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к кадру. Неши остановились. И он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его. И всех объял страх. И славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней, недугов, а злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествия же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, «Что смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же ходили смотреть вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышные, роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит твой перед тобою. Ибо, говорю вам, из рожденной женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньшее в Царстве Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и маятари, воздали славу Богу, кресившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не кресившись от него. Тогда Господь сказал, «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, клещут друг друга и говорят, «Мы играли вам на свиреле, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Ибо пришел Иоанн Креститель, «Ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, «Вот человек, который любит ест и пить вино друг мытарям и грешникам и оправданно премудрость всеми чадами ее». Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это фарисея, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, «Я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но, как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которого больше простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты, женщина, я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». И возлежащая с ним начали говорить про себя. Кто это, что и грехи прощает? А он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Боже наш, слава тебе. Слава тебе. Мир вам. Здрасте, здрасте. Слава Христу. Какие вопросы есть, нет? Какие вопросы есть? Да нет, нет вопросов. Нету. Ну, благословен Господь. Благословен Господь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Вы можете... А мы уже тут с вами общались как-то? Да, да, я помню. Да, да, я помню. Вы наши ресурсы проверяли во свете Библии? Я не сижу в интернете, я не хочу заходить никуда. Я вот тут общаюсь. Вы видите, не заглядывали. Там у нас сокровища, которых нет нигде. Начитана Библия, все творения Златоуста. Я еще до ареста это сделал. Там огромный багаж. Я там отвечаю на 4 120 вопросов студентам. Там в моей книге 38 томов. А вы посмотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...